Доброе утро! Меня зовут Смирнова Анна, я врач-дерматолог-косметолог, и сегодня я расскажу вам о пользе солнцезащитных средств. Одним из факторов, способствующих старению кожи, является ультрафиолетовое облучение. Два вида лучей вредят нашей коже. Ультрафиолетовые лучи типа А и Б. Ультрафиолетовые лучи типа Б способствуют покраснению кожи и могут вызвать ожог. Ультрафиолетовые лучи типа А проникают глубоко в кожу, могут повреждать ДНК клеток и способствуют их мутации. Поэтому очень важно, чтобы солнцезащитные средства одновременно защищали от лучей типа А и Б в одинаковых пропорциях. Сейчас я познакомлю вас, как правильно нужно выбирать солнцезащитные средства. В зависимости от типа кожи мы можем находиться на открытом солнце от 10 до 20 минут, после чего кожа наша начинает краснеть. На всех этикетках солнцезащитных средств вы увидите аббревиатуру SPF. Число, находящееся рядом с этим символом, указывает, во сколько раз увеличивается временной промежуток нахождения на солнце без вреда вашей коже. То есть, если вы можете находиться на солнце 10 минут без вреда для вашей кожи, то при защите с SPF 20 вы увеличиваете временной промежуток до 200 минут. Выбирать солнцезащитный крем нужно в зависимости от типа кожи и также от обстоятельств. Например, если вы собрались на горнолыжный курорт, необходимо взять с собой крем с SPF защитой 50. А если вы отправляетесь на пляж, то достаточно взять крем с SPF 15 или 30. Это зависит от типа кожи. Например, если вы брюнетка, то, конечно, вам хватит солнцезащитного средства с SPF 15. А если вы обгорающая блондинка, то вам необходимо взять с собой средства с SPF 30. Тем, кто остался в городе в летний период времени, достаточно использовать средства с солнцезащитным фактором SPF 15. Как правильно наносить солнцезащитные средства? Необходимо за 30 минут наносить крем до выхода на открытое солнце и повторять нанесение крема каждые 2 часа. И помните, что самое лучшее время для загара – это утро до 11 часов и вечер после 17.30. С вами была Смирнова Анна. Не забывайте ухаживать за собой и помните, ведь красота в деталях.